Давайте рассмотрим возможность изображения, то есть смена крестика на свое. Появляется поле для выбора изображения. Небольшую PNG-картинку какую-то найдите. Я загружаю с компьютера, хотя я выбрал достаточно большое изображение, не знаю, как оно будет смотреться. Вот такую PNG-картиночку. Выбираем, загружаем. Вставить. Сохраняемся. И давайте посмотрим на сайте, обновляемся. Ну да, она смотрится здесь, конечно, неприемлемо, потому что она большая, но я вам просто показываю. И она действительно, вот эта вся картинка является крестиком закрыть. Нужно использовать небольшое изображение. Теперь давайте с вами разберем события, когда появляется окно. Это вкладка Trigger, точка включения или активации. Он оставил на закрутку страницы. На готовность страницы, это когда абсолютно полностью подгрузится весь сайт. Например, у вас там много каких-то элементов. Вот на готовность страницы сделали. Я считаю, что это лучше делать. Чтобы тогда, в таком случае, нагрузки не должно быть никакой на сайт. То есть скорость сайта не должна пострадать, если это будет выставлено на готовность страницы. Ну, рассматривать не будем. Если так, все понятно. Давайте посмотрим дальше. На прокрутку в процентах. Если выбираем, то появляется, смотрите, вот я выбираю 5. Вот здесь вот опция дополнительная. Видите, вот здесь вот всплывает. На прокрутку. То есть вот здесь всплывает и вот здесь всплывают моменты. Сейчас их рассмотрим. Процент прокрутки. Но сейчас у нас сайт маленький. Нам нужно будет кинуть какую-то статью, чтобы сайт был длинный вниз, чтобы была прокрутка. Пока оставим с вами процент прокручивания. То есть до 80% сайт вниз человек прокрутил, и тогда окно всплыло. И вот это у нас всплыло здесь, где автоклоуз, новый пункт. Автоматически закрыть окошко, когда крутится вверх. Начали вы крутить вверх. Окно никак мы не трогали, не закрывали его. Оно автоматически будет закрыто, если в положении «Да» стоит кнопка. Сохранимся. Переходим на сайт. Смотрите, начинаю прокручивать страницу. Прокрутил до 80%, окно у нас появилось. Прокручиваю наверх. Окно исчезло автоматически. Еще раз. Прокручиваю. Окно появилось. Прокручиваю наверх. Окно исчезает. Если вам не надо, чтобы это окно автоматически закрывалось, здесь ставьте «Нет». Так, рассмотрели этот вариант. Следующий вариант. При прокручивании мыши, элемент, выбираем, то появляется здесь дополнительная опция. Здесь очень внимательно нужно в подсказке посмотреть. Но на самом деле вот этот способ, он уже более сложный для продвинутых. То есть какой элемент будет запускать всплывающее окно. Я покажу пример. Вот есть статья с заголовком «Тест». Правой кнопкой мыши я кликаю по «Тест». Просмотреть код элемента. Здесь я нахожу класс у заголовка. Вот он. Видите, класс. Можете вот так даже выделить и скопировать. Далее я проставляю этот класс здесь, без классов, без всего. Но вот здесь вот в начале не забываем поставить точку обязательно. Также через запятую можно перечислить разные элементы. Нажимаю «Сохранить». Если вы все правильно сделали, то при обновлении страницы окно запустится. То есть оно запускается именно вот от заголовка. В чем разница, спросите вы, этого всплывающего окна? А в том, что окно появляется только тогда, когда заголовок «Тест» виден у вас на экране. Вот смотрите, я сейчас страницу прокручу вниз, обновляю. Вы видите, окна-то нет. Начинаю прокручивать вверх. Сейчас как только заголовок появится у нас перед глазами, окно сработает моментально. Прокручиваю. И вы видите, окно появилось. Точно так же эта статья может быть где-то внизу на сайте. И окно сработает только тогда, когда объект, статья будет в пределах видимости. Движемся дальше. Следующий интересный вариант – это на выход со страницы закрытия. Если выбираем, сохранимся. И давайте посмотрим. Обновляю страницу. Ничего не происходит. Вот человек гуляет по сайту, читает ваш сайт. Как только захочет закрыть вкладку браузера вашего сайта, смотрите, увожу мышь с сайта. Я не успел даже ее увести. Вы видите, вот она мышь. Окно всплывает с вашим горячим предложением. То есть вот это одно из самых таких интересных вариантов всплывающего окна. Так, следующий вариант. OnClick. То есть срабатывать по клику. Также можно назначить пусковой элемент. То, что я вам только что показывал. Именно выбор класса. Или индификатор. Индификатор статьи у меня уже есть. То есть именно по клику. Давайте посмотрим. Сохранимся. Обновимся. Никаких окон нет. Кликаю по заголовку. И всплывает окно. То есть любой элемент можно в принципе назначить на сайте, который будет, видите, срабатывать по клику. Что дает вот эта опция следующая? Отключить действие по умолчанию. Смотрите, вот сейчас. Если мы посмотрим на сайт, то по клику, по тест, это у нас анонс статьи по сути. Если я кликаю, окно всплывает, но я не перехожу внутрь статьи. А если мы вот эту опцию отключаем, сохраняемся, идем на сайт, обновляемся, то по клику по заголовку статьи, на секунду окно всплывает и тут же исчезает, потому что меня перебрасывает в полную статью. Может быть где-то это и пригодится. Следующее событие это при наведении мыши. Точно так же можно указать индификатор. То есть у нас было по клику. Теперь я только навожу на заголовок статьи и окно всплывает. И последний здесь вариант, который уже подойдет больше для разработчиков по требованию используя вызов IP. То есть используем JavaScript. Я оставлю на готовной странице. Следующая опция давайте разберем. Куки. Ну то есть куки браузера. Выбираем с вами. Значит смотрите. Никогда куки не задействуются. Секунды, минуты, часы, дни. Скажем так. Вот если я выберу дни. То есть пришел человек первый раз на сайт. Для него показалось окно. Раз в 30 дней. Здесь можете указать количество дней. Надо чтобы через неделю, там 7 дней, 2 дня. В общем сколько нужно. Вот давайте посмотрим. Сохраняемся 30 дней. Сразу вы вот здесь можете видеть статистику. Да, вот 65 раз. Но это я просмотрел. Пока вам записывал уроки. Соответственно здесь вот можете видеть по стрелочке сбросить статистику. И опять 0. Итак. Что мы делаем? Мы обновляем с вами страницу. Окно появилось. Закрываем всплывающее окно. В админке смотрим. Как только один человек просмотрел окно один раз, у вас здесь сразу будет такая ситуация. Появится такая плашечка, которая говорит о том, что здесь в данном окошке у вас включены опции куки. И смотрите, я сейчас обновляю страницу еще раз. И мне тоже администратору. Вот я еще раз обновил, еще раз. Окно должно показаться только через 30 дней. Соответственно, если вам по какой-то причине нужно просмотреть окно еще раз или вообще его запустить сначала всем, то здесь вы напротив, выбираясь вот по стрелочке, удалить куки. Выбираете. После этого вновь запускается, так сказать, с нуля механизм просмотра окошек. Вот один раз я просмотрел, закрыл. Второй раз оно не появляется. И опять обновляем в админке. Здесь появляется, так сказать, копилка куки, да, которая следит и делает свое дело. Соответственно, по кукам вариант здесь вы сами уже определяете. Есть еще варианты такие, значит, понятно уже по временному ограничению. Есть еще сессия. Ну, например, в джумле в админке 15-минутная сессия. Как это будет работать здесь в сайте, на сайте нужно смотреть. И всегда. Почищу куки. Обновлюсь. Всегда. Это значит, человеку покажется окно только один раз. Вот видите, я обновляю окна, больше нет. Один раз в жизни. То есть, вот как я это понимаю. Вот показалось одному человеку, все. Ну, соответственно, каждому новому, вновь пришедшему на сайт, один раз будет всегда показываться это окно. Вы должны это понимать. Итак, куки я удаляю. Давайте еще посмотрим привязку, чтобы была картина такая более понятная. Например, мы убираем из меню. Отключить, не показывать меню. Содержимое джумла, материалы или статьи. Включаем. Выбор. Для этого нам предлагают прописать, вот здесь в подсказке, ID статьи. Или через запятую, наверное, можно перечислить несколько статей, чтобы отображалось одно окно в разных статьях. Как посмотреть ID статьи? Переходим в материалы, менеджер материалов. В конце, вот напротив каждой статьи, вот здесь вот будет идентификатор. Видите, у первой статьи идентификатор 1. Возвращаемся в Engagebox. Возвращаемся. Привязка. Я проставляю идентификатор 1. Сохраняюсь. Иду на сайт. Смотрите, захожу на главный. Окна нет. Перехожу на страницу Test. Окна нет. Статью мы видим анонс. Но окно будет всплывать только в развернутой статье, как я говорил ранее. Нажимаю Test. И в развернутой статье, вы видите, сразу же всплывает окно. Можно сделать задержку окна, чтобы человек сначала статью немножко прочитал. То есть вот такие вот здесь настройки. Соответственно, ниже здесь также можно или исключить, или включить дополнительные какие-то категории. Также для вложенных объектов и так далее. Типы страниц, материалы, категории. И тут все можно очень тонко настроить. Теперь давайте посмотрим по группам пользователей. Например, окно нужно показать только гостям сайта. Для этого вот здесь вот видите посетители. Группа пользователей вы выбираете включить. И вот она вся группа. Ставим гость. Вот это вот гость. Выбираем галочку. Сохраняемся. Обратите внимание, сейчас я не авторизован на сайте. Мы видим форму логина и пароля. То есть я не авторизован. Обновляю страницу. Окно вижу. И причем это будет на всех страницах. Также можно дополнительно указать страницы. И в статье везде есть. Как только я авторизуюсь, я авторизуюсь как суперадминистратор. Войти. Вы видели, вот обновилось. Все, окна нет. То есть все работает. Вы теперь понимаете, как это работает. Теперь, если только для суперадминистраторов, то есть для меня и людей, если есть у меня на сайте еще администраторы, то выставляем галочку только для суперадминистраторов. Или можете проставить для нескольких категорий. Например, еще для зарегистрированных пользователей. Смотрите, сейчас гостям зайдем. Окно мы не должны увидеть. Сохраняюсь. Нажимаю выход. Вот я обновляю страницу. Захожу в статью. Ничего нет. Авторизуюсь на сайте. Как только я авторизовался, моментально я окно увидел. И также оно везде на всех страницах присутствует. И в статье, внутри статьи тоже. Что поражает, насколько система устроена. Engagebox, что следит даже, с какой операционной системой человек заходит. Смотрите, здесь есть такая платформа. Во-первых, устройство можно выбрать. Мобильное устройство. Планшет. То есть, например, только для людей, кто заходит с телефона. Можно это показать. Или браузер. Или вот самая интересная операционная система. Смотрите, если я включаю. Я сейчас, естественно, с компьютера в Windows использую также. Вот я выбираю, для примера, Android. То есть, я сейчас не с Android зашел. То есть, Android, как правило, на телефоне. Сохраняемся. Смотрите, обновляюсь. Окна нет. То есть, только для платформы Windows. То есть, только для Android показывается окно. Если я выбираю Windows, я сейчас с Windows. То есть, для всех, кто зайдет именно с Windows на ваш сайт, окно покажется. Смотрим. Обновляюсь. И вы видите, окно показалось. Это просто удивительно. Также интересный момент с браузерами. Включаем. Тоже все работает. Во-первых, можно указать несколько браузеров. Или хоть все. Вот смотрите. Я сейчас записываю видео с оперы. Выбираем только показывать тем, кто зашел с браузера Chrome. Сохраняемся. Это просто пример. Можете взять любой другой браузер. Обновляюсь. Окна мы не видим. Хожу по страницам, окна нет. То есть, здесь как бы все работает очень четко, как часы. Выбираем опера. Напоминаю, что я сейчас с оперы. Обновляюсь. И окно всплывает без проблем. Продолжение следует.